...эксклюзивные кадры. Именно так сейчас на окрестностях на этом участке фронта было еще в начале недели. Российская группировка войск контролировала Редкодуб, Шандрыгалово, Новоселовку, Дробышево, Лиман и Ямполь. Судя по информации, которая поступала, российское командование ожидало, что вооруженные силы Украины будут штурмовать Лиман в лоб. При таком сценарии держаться там российские войска могли бы еще достаточно долго и спокойно получать подкрепление и боеприпасы. Пути и сообщения для этого было более чем достаточно, но украинские подразделения в лоб не пошли, а начали загонять ударные клинья с северного направления и южного. За последние дни им удалось взять Редкодуб, Колодези и Новоселовку с севера, а сегодня еще и Ямполь с юга. Они шо котики? Ямпель наш. Это видео украинские военные опубликовали сегодня утром. После него стало понятно, что российская группировка попала в котел. Дробышево, последний населенный пункт перед Ямполем, также пришлось оставить российским войскам. После того, как украинские бойцы перерезали дорогу в районе Ставков, таким образом у российской группировки войск осталась одна дорога. Вот она, Лиманторская. На этой фотографии с беспилотника видно, как российские войска выстроились колонной и пытаются выехать в сторону Торского. Именно сюда ВСУ сейчас направляют главный удар. Если Торское будет взято, вся российская группировка войск в Лимане окажется в котле. Отступать будет некуда. Более того, не будет сил для того, чтобы отодвинуться, занять оборону по направлению на Кременную. Таким образом, для украинских военных откроется путь для освобождения уже Лисичанска и Северодонецка. Уже ближе к вечеру глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал вот это фото без подписи. Но намек стал понятным. Вслед за ним ситуацию попытался прояснить его советник Михаил Подоляк. 8 лет назад российские военные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово. Колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из лиманского котла придется РФ. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат. Любопытно в этой ситуации то, что в окружение возле Лимана попал российский 752-й полк. Это тот, который практически полностью погиб в Грозном в новогоднюю ночь 95-го года. Сегодня ночью была перерезана последняя дорога, которая связывала Лиман с оставшейся частью оккупированного Донбасса. И там сейчас образовался так называемый лиманский котел. Подразделение Тараса Березовца сейчас сражается на том направлении. И он рассказал подробности окружения. Там сейчас не осталось ни одной дороги, даже проселочной, по которой они могут выйти. Там осталось небольшой промежуток чисто поля. Коридор там приблизительно где-то до полутора километров составляет. Он полностью простреливается с обеих сторон подразделениями ЗСУ. Они просто там будут ждать, если будет попытка прорыва. По примеру выхода из Иловайского котла их ждет там полный разгром. Андрей Кузаков, Борис Сачалко, Илья Ильченко. На настоящее время. Украина. Продолжение следует...